Всем привет, с вами снова Немстер 2, и сегодня мы с вами будем начинать проходить с солдатом дачи. Вот, мне позаре стало нужно пройти эту игру, как всегда в принципе. Вот, на самом деле, я ее уже посмотрел, и я, честно говоря, совсем такого не помню, вот, потому что я последний раз ее запускал лет 18 эдак назад, вот. Мы играть будем на кастомной сложности, просто потому что я попробовал, что здесь дают, здесь бесконечный спаум мобов кое-где есть, поэтому, короче, я просто сделаю, как я обычно играю, на, грубо говоря, самом большом харде. Вот, значит, количество сохранок не ограничено, правда, оно все равно неудобно, поэтому я буду этим пользоваться, скорее всего, совсем минимально. Так, спауна нет. Так, Bloodthirst, это самое большое, значит, опасность врагов. Гаренька, пассите, Unlimited. Все? Готово. Вот, то есть, это получается примерно такая максимальная сложность, как бывает в Doom'е, потому что я убрал максимальный спаун, это полный бред, тоже поставил максимальную, максимальную опасность врагов. Все вот это вот, в принципе, должно нормально сделать баланс сложности игры. Вот, я, правда, не знаю, что там будет дальше, потому что игра, на самом деле, довольно-таки сложная, особенно если играть вот так вот. Вот, вот, я вспомнил, как я в детстве играл, я потому и понял, почему я не сохранялся, потому что сохранка, оказывается, сделана очень неудобно, и я все время пытался пройти к уровню за один раз. Я не могу позволить эти парни, чтобы идти туда. Не звучит как ты, Капитан. Хорошо, вы победили. Мы не знаем, что эти парни говорят там, но мы знаем их имя. Сейвер, Сейвер, планировали! Мы готовы! Капитан! Что же нужно, я хочу, чтобы эти эллины были детонированы! Убил Сейвер, ты убил гангу. Понятно. Джон, возьми эту входку. Я встречу на станции 6C. До свидания, Харк. Капитан! Блин, и на самом деле я в полном офиге от того, во что я играл, когда мне было на 7-8 лет, потому что это настоящий ужас. Так, управление я уже перевисал, но было сбито. Кайф. Еще, если вдруг что, я играю не в оригинал, потому что в оригинал играть просто невозможно. Вот, только так оно не подбирается, да, если мне входит? Хорошо. Потому что, к огромнейшему сожалению, оригинал по-человечески не запускается, но умельцы, благо, постарались и сделали комьюнити-версию. То есть я сейчас играю в комьюнити-версию игры, она так и называется. Вот, 1920-1080, все прекрасно работает, запускается, все дела, то есть как бы, ну это, это лучшее, что можно было придумать. Я вот все еще надеюсь, что, может быть, я таким же макаром смогу запустить шога. Вот, ну как бы ладно, это на потом, на потом, посмотрим, что из этого получится. Блин, какой же кайфовый здесь дробаш. Ах! Отдача, чувство этого оружия, это просто 10 из 10, я уже не говорю про, ах, про систему урона в этой игре. Счастье, маньяк, просто, может, люди, не давайте детям в детстве в такое играть, пожалуйста. А то из людей вырастают маньяки. Вот, то есть, ощущение пушки реально 10 из 10, но в то же время пистолет, я помню, я пытался им пользоваться. Почему-то мне не особо нравится, у него... Ну да, мне ни звук не нравится, ни отдача, ни урон, вот, но дробовик, это просто реально такое-такое бывает очень редко. Это прям чистое везение. Так, ну где-то в туалет можно было зайти, где это было. А, это сюда, точно. Я помню, я как обнаружил, когда первый раз играл в игру, что можно людям стрелять по промежности, я только так и делал весь уровень, просто с начала до конца. Блин, я сейчас помню, как такие вот это были. А, кстати, все время забываю сказать, здесь же человеческая броня, вы можете себе представить, нормально работающая броня. Не как в третьем думе, а броня, которая реально впитывает урон, причем впитывает его перед тем, как дать моему хп его получить. Они убивают всех! Я в настройках искал, поэтому мы уже посмотрели, она сохраняется вот так. Нет, пардоните, не так. Вот так! Короче, это ужас. Каждый раз надо заходить сюда, вот в это меню, в эти все подменю, это полный интернет. Скорее всего, я когда был мелким, я всего этого не пропер, потому что я не понимал английского, вот. И поэтому я нифига не сохранялся, ни разу. То есть у меня, у меня появлялась только автосохранка при прохождении уровня, и я пытался каждый уровень пройти за один раз. Это добавляло, как вы понимаете, свою изюминку сложности. Вот. И на самом деле я по возможности сейчас буду пытаться делать точно так же. Просто потому что заходить во все эти меню, это просто драгдец. И это как бы, это реально круто, потому что заставлять себя пытаться пройти все это заднее драй, это прикольно. Особенно если все хорошо выучил, все зазумрим. Я столько патронов подбираю. Еще особый кайф понимать, о чем они все наконец-то орут и разговаривают. Не, ладно, они не членораздельные крики, оно конечно такое себе. Не, ну как не членораздельные, они конечно членораздельные. Но, типа, о май гад, там, прекрати, не убивай меня и так далее. Это такое себе, вы сами понимаете. Вот. Кролл 9-1-1, да. Вот. Но намного веселее, когда твою налево, когда слушаешь сюжетку. Потому что я реально наконец-то прослушал хоть о чем говорят эти люди в самом начале игры. Этот брутальный нигра с именем Хок. Прям отдает такими, знаете, эти B-Movie 80-х-90-х с Шварценеггером, прям ее этим, как бы, плюсом Виллисом и так далее. Вот. Прям очень сильно и мерозит. Но это, это круто. Вот. Так что, короче, я наконец-то услышал, что оказывается здесь какой-то террорист. Вот, жуткий русский. По имени Сейбр. Соблизу. Вот. Захватил заложников метро и говорил, что, типа, чего бы это мне не стоило нужно, то, что все эти бомбы взорвались. Вот, короче, прям такой шаблонный, шаблонный злодей. Но это, на самом деле, это круто. То есть, все, полностью, абсолютно все ощущения, которые передает игра, оно уникальное. Сейчас такого просто больше не делают. Это такой кайф бегать, расчленять вот так вот этих террористов. Террористов. С такой крутой отдачей от пушки. Вот. Ощущение реально вот этого вот кина. Когда кто-то сидишь, телек и смотришь. По СТС. Старым, хорошим. И который сейчас со всем этим говном. Вот что бывает, когда она тренировалась. И вы это видите. Вот. Поэтому стоит так играть. Кайф. Я до сих пор не сохраняюсь. А мне еще немало. На самом деле, это реально классно. Приятные ощущения. Блин. Мне пора искать еще один промежлет. Здравствуйте. У них, кстати, еще есть анимация этого. Анимация повреждения ноги. Блин, они меня сейчас так глубокую. Слушайте, дайте я попробую такой странной обойтись. На самом деле, мне страшно. Я не хочу опять. Опять. С начала игры. Я помню, что где-то здесь, да, можно их обойти. Блин, я заложник. Или не я. Ну ладно. На самом деле, у меня поле. Понятное дело. О, вот тут он. Ну-ка. Это дохло что-то? А, ну ладно. Так, я чуть более живой, чем был. Это радует. Тихо. Тихо. Господи. Во, видите, как он прыгает. Жалко только, что недолго. Да, это прикольно. Да, я нечего еще можно взять. О, аптечка. Все время про это забываю. Я до сих пор как бы помню полностью этот уровень. Меня это так удивляет и радует на самом деле, что в поле я не запускал игру 17 лет ни разу. Я до сих пор это помню. Правда, я дальше второго уровня так и не сходил. Вот, но все же, все же, это все равно радость. Потому что я помню, что сейчас придется прыгать по крыше поезда. Меня будут туда заставить. Этот главный террористикоржа будет уезжать пафосно на поезде. Так, а тут засада. Эть, аккуратно. Так, вот там дальше где-то тоже должна быть аптечка. Я помню, одна, кажется, точка, как минимум, должна быть. А, аптечка. Ег. Ну ладно. Так даже лучше. Так, нету тачки ночного видеть. Да, я на самом деле ими особо не пользуюсь. Никогда не пользовался. Да, болен. Да, конечно, минус дробовика, что с такого вот большого расстояния не работает, но на то он и дробовик. Зато как же кайфово им сносить конечности. Так, надо как-то аккуратненько делать. Сейчас болень не там будет заложен. Нифига не видно, но надо стрелять вслепую, потому что они сейчас меня так мокнут, я без брони. Так, куда-то поезд поедет, стопудово, да. Твою мать, блин, правда, что-то, ну ё-моё. Эх, этого я не ожидал. Ладно, ладно. Я больше не буду убивать заложников направо и налево. Не то, чтобы я прям очень старался это делать, но всё же. Всё, а сейчас мы просто пролетим. Блин, опять заложник убил, да? А, нет, нет, не убил. Всё хорошо, он ещё живой. Это не считается. А, нет, нет, нет. Твою мать, успел выставить. Ладно, там загибло это. Был бронешлет. Сейчас, вот так. Прям пауэр-плей просто. Всё по максимуму. Тихо. Не, на самом деле я, честно говоря, не знаю, зачем я пытаюсь сюда загонить, если я уже знаю, куда надо идти и что делать, но, блин, я хочу всех убить. Ах, кайф. Блин, я не получил урона. И тут ещё лежит бронежлет, если что, это хорошо. Надо ещё приучить себя пользоваться вдвоём. Или он живой? А, он живой, хорошо. Надо, надо приучить себя пользоваться вещами, потому что я вообще им не пользуюсь. Вот, и это как бы такое себе. Там, там абсолютно точно есть что-то полезное. Надо просто вспомнить, что. Ну, вот, как бы я только не дал один раз эту... Эм... ...светошумовую гранату или световую, я не знаю. Короче, какая там граната, но какая-то, которая мешает... ...мешает... ...террористам стрелять в любом случае. Ну, ладно. Так, ну, зайди ещё. Блин, убили одного. Ну, ладно, один это не 10, один 20. Я думаю, пока нормально. Кстати, я тут панихом есть. Кстати, кстати, я об этом не задумывался, что-то. Не знаю, потолки слишком высокие и неудобные, чтобы потормально проверить. Но вообще, кстати, да, знаете, я побыстрее роль двигаюсь. Так, я пытаюсь где-то тут найти. Тут был ещё один, конечно, нет? Я хочу в логу туда зайти. Ага. Ну, ладно, почти в логу. Вот такими должны быть все эти современные гламсноуте с бутбофилдами. Почему таких сейчас не делают игры, а? Блин, и сняли ж мне брони-то? Ладно. Это значит, не зря подобрал. Уже хорошо. Чё-то я прям как-то влетел. Я ещё помню, помню, да, что надо в сердечко, но она мне пока вроде и не нужна. Всё-таки фу, я ж не буду её просто так вязать. Так, тут я всё подобрал, да? Да. Отлично. Пошли на второй кухне. О, как я прям в темноту. Класс. Так, спокойно запоминаем, что тут цивильный бомж. В смысле? В смысле? Нафиг иди. Я не заметил, что он не умер. Я видел, случайно, пару уже попал. Я здесь есть, да. Здесь даже есть... Даже есть анимация, типа, вот этого вот, бессмертия, а когда выбиваешь случайно, попав в руки оружие. Ай, блин, трупы пропадают. Вот это жалко, конечно. Да, было бы прикольно, если бы они оставались. Короче, стреляешь в руке, выбиваешь у них оружие, и они начинают молиться в мощаде. Мало где есть. И вот эта анимация прыжка, прыжков на одной ноге, и когда они из-за яйца хватаются, как будто он попал. Блин, такой шаблон, шаблон, прям кайф. Так, извините. Слушайте, что, а с пистолета нет динамического урона? Хотя, отрывание головы. Обида. Ну ладно. Не переживай, не игра, сейчас я его догоню. Я буду стараться. Ты, я сейчас тут сзади набегу, да? Да, да. Или мне спуститься надо? Сто пудово что бегут. Как бы меня не задавили. Тихо. Блин, я реально стрёмно ходить, вот по этим коридорам и за поездом. Но это плюс. Это плюс, это значит, что игра работает. Раз такая была задача, они с ней справились. И это круто. Да подоймись ты! Ура! Ну всё. А теперь битва с вертолётом. Как всегда, босс вертолёт. Казань. Россия. Как всегда. Останавливай этого человека. Гоу, гоу, гоу! Сорси в России report that an unknown organization stole four nukes from an underprotected stockpile near Kazan last night. Казань. Сорси в России. Уганда тащит в Африку боеголовки яйца. Кого они там только взрывать будут, я не знаю. Ох, это я помню, сколько я тут прятался. В конце этот саный вертолет, да. Это будет тяжко. Зато я хотя бы наконец-то посмотрю, что там дальше в игре. Я тут кроме первых двух уровней никогда ничего и не видел. Так, ну что ж, пожалуй, будем пока на этом завершать эту серию. С вами был Никита Глаз. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok